Телеканал КРТ представляет Пациенты думают, что им должны оказывать все бесплатно Медики пытаются объяснить, что денег нет Мы должны оказать, но на вас не заплатили столько, чтобы мы оказали Доплатите Пациенты начинают возмущаться Пациенты начинают возмущаться Появляются расследования о том, что деньги с пациентов берутся Включаются журналисты И врач получается крайний в этой ситуации Но крайний же не врач Крайний государство, которое создало такие условия При которых врач вынужден просить пациента доплатить деньги Вот в чем ситуация И тот социальный конфликт, который государство спровоцировал Неправильными действиями по изменению системы финансирования Я так понимаю, несколько месяцев И мы будем видеть его каждый день В очень большой количестве этих конфликтов Потому что это же по всей Украине Эта ситуация будет сейчас набирать обороты Правильно я понимаю? Да, мы с вами когда-то говорили о Херсонском скандале Который был в Херсоне, в роддоме Мы говорили, сейчас уже есть скандал в Харькове Постоянно начинают выскакивать вот эти медийные скандалы Где врачи, к сожалению, выставляются агрессорами Которые там оббирают пациентов Но это абсолютно неправильно А еще один, кстати, очень такой нюанс по тарифам Очень важный Тарифы слишком укрупнили Без нюансов оказания той или иной медицинской услуги Вот как раз херсонский случай в роддоме Понимаете, что за роды сдали один тариф 8 тысяч гривен, 8-100 стоят роды Независимо от сложности родов Все равно, эти роды естественные Или у нас какая-то патология при родах И у нас осложненные роды И от сребосечения, или другие патологии Как вы понимаете, стоимость оказания медицинской услуги В одном случае, в другом случае Может отличаться в разы Тариф один на всех И что получается? Вот что получилось в херсоне? Там были сложные роды и недоношенный ребенок Государство заплатило этому роддому Этой областной больнице Родильному отделению областной больницы Только за простой случай Естественно, что врачи сказали Извините, в рамках этого тарифа Нет шовного материала, который нужен при кесаревом сечении Того, 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 того Так, первое И дали пациентке первый счет Потом педиатр Сказал, что извините Но для того, чтобы содержать недоношенного ребенка Стабилизировать и выходить недоношенного ребенка Тоже тарифа нет Поэтому вы должны Вот вам второй чек Вот вам вторая сметочка Вот купить вот это, вот это, вот это Для вашего недоношенного ребенка Которого чуть больше килограмма веса А пациентку это возмутило А если у нее пытание, иди до НСЗУ А никто этого не сказал Потому что врачи вот такого не скажут Они лицом к лицу перед пациентом В ситуации стресса для пациента В данном случае Мама роженица, которой надо необходимо рожать сейчас В настоящее время И у которой ребенок должен сразу же получить Медицинскую помощь Вот же в чем ужас Понимаете? То есть Сделав общий тариф Получается, как бы убили Возможность оказания Другого, более дорогостоящего вида помощи НСЗУ говорила как? Они сказали что? Они сказали Если мы делаем несколько тарифов То все будут писать Кесарева Может быть это и правильно Но они сделали один тариф И теперь никому не пишут Кесарева Даже в том случае Если это по показаниям необходимо Это же дорого Давайте мы всех так попробуем провести Это первое Второе НСЗУ говорит, что 8 тысяч гривен Тарифа народы Есть 7-10% рисковых случаев На патологические роды Но Это знаете Это средняя температура по палате Средняя температура по палате 36,6 У кого-то 40 А у кого-то комнатная Его надо в морг переправлять А средний все в порядке Так и тут получается Ситуация какая? Есть Обычные роддома Где определенный процент патологии Определенный процент природных родов Есть Но есть же высокоспециализированные Медицинские центры Которые занимаются патологией Перинатальные центры Вы занимаетесь ситуацией С центром Перинатальные и репродуктивные медицинские В курсе ситуации Та же самая ситуация Отсутствие тарифов Почему? Потому что У них нет естественных родов Они Высокоспециализированная медицинская помощь Которая занимается Патологиями К ним направляются патологии Какие 7% На патологию Если у них 70% патологии Значит тариф Не хватает Что получается? Банкротство медицинского учреждения Вот Мы уже На одном тарифе Можно Основная суть Эй медреформы Банкротства Медичной установы Основная суть реформы Экономии денег Банкротство медицинского учреждения